Всем привет! Вы на канале Секреты вязания. С вами Ирина Акман. И сегодня мы с вами свяжем вот такую вот замечательную сумку-клач из трикотажной пряжи. Для вязания нашего клача я взяла пряжу-лента. У меня 100 метров пряжи. Цвет красивый, очень коралловый. Вы можете взять любую бобинку. Главное, чтобы было у вас 100 метров пряжи. И 100 метров как раз отлично хватает для того, чтобы связать хорошую такую сумочку-клач. Вот смотрите, сколько осталось у меня желтого цвета. Вот у меня справа лежит готовый вязанный клач. Кстати, обзор по этой пряже есть у меня на канале. Можете перейти посмотреть по подсказке. Также нам понадобятся ножнички, крючок номер 10 и спицы номер 7. Еще маркеры нам пригодятся. Какой-то крючок потоньше пригодится, номер 3-4. И также для клача нам нужны будут кнопки. У меня, видите, магнитные обычные кнопки. Вот такие они. Можете использовать такие кнопки. Еще у меня есть вот такие. Мне кажется, они не такие практичные. И еще купила я вот таких кнопок. Пришивные, магнитные. В общем, купите кнопки, какие вам понравятся больше всего. И в качестве ручки для сумки я буду использовать вот такую золотую цепочку с карабином. И кольцо, видите, которое ввязывается в сумку. Вот так все смотрится отдельно от цепочки. Длина моей цепочки, учитывая вот эти кольца и карабин, 116 сантиметров. Я планирую связать клач шириной 20-21 сантиметр. И перед тем, как вязать его, я уже связала была образец, распустила его. Выяснила для себя, чтобы получилась у меня такая ширина клача, нужно набрать 28 петель. А в одном сантиметре у меня примерно получалась одна петля. Нам нужно набрать 28 петель. Но в итоге у нас получится ширина сумочки не 28 сантиметров. То есть, соответственно, одна петля 1 сантиметр. А немного уже из-за того, что вот этот узор плетенка стягивает полотно. И чтобы не переводить пряжу, так сказать, оставляем небольшой хвостик. Вот смотрите, сантиметров может 20-25. Можно короче. И давайте отмерим кусочек пряжи, которого хватит нам ровно на 28 петель. Этот кончик мы потом будем прятать в полотно. Поэтому оставляйте любую удобную вам длину, чтобы вы смогли спрятать кончик. Дальше мы берем ниточку рабочую от клубка и вот так вот обматываем две спицы. Раз. Это одна петля. Два. Три. Четыре. И так обматываем 28 раз. 28. Так, придерживаем теперь где-то вот в этом месте нашу пряжу. И снимаем все это со спицы. Не упустите пряжу. Вот здесь мы придерживаем. И берем вот таким образом и набираем петли самым простым способом. На одну спицу. 28 петель мы набрали. И видите, остался совсем маленький хвостик, который мы потом спрячем. И мы четко определили расход пряжи для 28 петель. Теперь мы продолжаем вязать. Поворотно-обратными рядами будем вязать узор плетенка. Как вяжется этот узор я уже показывала очень подробно. Перейдите по подсказке и посмотрите. Есть мастер-класс. Вязать старайтесь не туго. Не стягивайте сильно петли. До такой степени, когда тяжело спицу ввести в петлю. Но и не сильно расслабленно вяжите, чтобы полотно было у вас не рыхлое. Средняя плотность должна быть. Видите, у меня свободно скользят петли по спице. И таким образом вяжем полотно поворотно-обратными рядами длиной чуть больше 30 см. Вот такое у меня получается полотно и его ширина 23 см. Довязали нужной длины полотно. Вот такое оно у меня получилось. И если посчитать длину данного полотна в косичках. Вот эти, видите, косички, которые у нас получаются. С самого начала вот первая, дальше вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. И вот если таким образом считать, то у меня этих косичек получилось 44 штучки. Перед самой спицей вот эта вот 44 косичка. И сейчас нам нужно вязать лицевой ряд. Эта часть полотна, где спица, будет служить нам крышкой нашего клатча. Если вот так вот сложить полотно, то вот наша крышечка. И сейчас мы сделаем убавки в начале ряда и в конце ряда, для того, чтобы наша крышечка немножко сузилась. В начале ряда мы убавку делаем следующим образом. Первую петлю кромочную мы снимаем. Следующую петельку также снимаем на правую спицу. Дальше третью петлю вяжем лицевой. Вот так. И вторую петлю одеваем на третью провязанную. Вот таким образом. Провязали две вместе петли с наклоном влево. Видите, косичка такая получилась под наклоном влево. Дальше вяжем просто по узору до конца ряда. В конце ряда мы не довязываем три петли. И первые две из этих трех петель мы разворачиваем. Вот таким образом. Снимаем их на правую спицу. И вот так вот можно руками. Разворачиваем их таким образом, чтобы правая стенка петли была перед спицей. Вот так. Теперь вводим спицу сначала во вторую петлю, потом в первую. И провязываем две петли в одну. Вот так вот с наклоном вправо. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. И теперь в изнаночном ряду мы с вами закроем петли. Перед тем, как закрывать петли, мы также сделаем убавку в начале и в конце ряда. Убавки нужно сделать правильно, чтобы не нарушить рисунок на лицевой части. Снимаем кромочную петлю. И две петли вместе нужно провязать в одну изнаночной. И теперь посмотрите, как же мы это сделаем. Ниточку рабочую перекидываем сюда, на эту сторону. И вводим спицу с лицевой стороны, начиная с этой второй петельки. Вводим спицу вот таким образом. Как бы на лицевой стороне, вводя за вот эти дужки, которые находятся у нас за спицей. Можете даже развернуть вязание. Вот так вот вводим, видите. Дальше нужно зацепить рабочую нитку и затянуть ее в эти две петли. Вот таким образом. Сделали первую убавку. Ну а теперь закрываем петли. Вводим левую спицу в кромочную петлю. А вот эту петлю, что на правой спице, нужно протянуть через эту первую петельку. Вот так. Потом вяжем следующую петельку изнаночной. И одеваем предыдущую петлю на вот эту провязанную. Вот так. Снова изнаночную. И одеваем предыдущую на провязанную. Таким образом закрываем петли почти до конца ряда. В конце ряда у нас осталось 3 петли. И вот эти две из трех нам нужно провязать в одну опять же. Вводим просто спицу в эти две петли и провязываем две в одну. Здесь все просто. Теперь одеваем вот эту петлю на эту. Закрываем петельки. И опять же одеваем предыдущую петлю на последующую, последнюю петельку. У нас вышла одна петля. Спицы нам больше не понадобятся. Дальше будем вязать крючком. Берем крючок номер 10, вставляем в эту петельку. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Рабочую нитку опускаем туда, опускаем ее за работой. У нас она должна быть. Дальше мы вяжем следующим образом. Первую вот эту косичку пропускаем. Вот вторая косичка. Вводим крючок за заднюю полупетлю второй косички. То есть вот так. Цепляем нитку. И протягиваем ее через эту петлю, что на крючке у нас. Провязали соединительную петельку. Теперь пропускаем одну косичку. И вводим вот сюда вот, за заднюю полупетлю следующие косички. То есть через одну. Вот так. Вытягиваем и протягиваем через петлю. Снова пропускаем косичку. Вводим крючок за заднюю полупетлю следующей косички. И вяжем соединительную петельку. Таким образом обвязываем весь этот край. Я решила обвязать именно таким образом, чтобы наш край стал ровным. Чтобы он не закручивался вот в эту сторону. И вяжем последнюю соединительную петлю. Вводим крючок вот сюда. И протягиваем. Вот так. Вот такой у нас с вами получился край нашего полотна. Петельку эту немножко вытягиваем. Убираем крючок. Оставляем сантиметров 10, чтобы кончик спрятать. И нитку обрезаем. Эту петлю вытягиваем. И хорошо-хорошо вот так вот затягиваем. Потуже. Теперь будем работать с другой стороны нашего полотна. То есть там, где мы начинали вязание. Вот эта часть, где мы набирали петельки, она будет у нас внутри. И вот таким образом будет смотреться все это. С этой стороны у нас остался хвостик, как вы видите. Нам сейчас понадобится крючок. Берем рабочую нитку. Оставляем опять же сантиметров 10, чтобы потом спрятать можно было этот хвостик. Нам нужно прицепиться вот с этой стороны. Вот так вблизи выглядит наш край. Вводим крючок вот в этот бугорок. Вот сюда в начало. Раз. И с этой стороны за эту дужку. Под эту дужку. Вот так. Цепляем нитку. И протягиваем. Делая петельку. Все эти обвязки края полотна я придумала сама. Как-то лучше всего обвязать. По-разному пробовала. И сейчас я вам предлагаю свой вариант. Если хотите, можете обвязать как-то по-другому. Вяжем воздушную петлю. И сюда же, под эти же две дужки, куда мы уже вводили крючок, опять вводим его сюда. И провязываем столбик без накида. Вот так. Дальше, если присмотреться, видны вот такие бугорки. Видите? Раз, два, три, четыре и так далее. Напротив каждого бугорка на лицевой стороне есть вот такая протяжечка. Видите? Вот, вот. Вот следующая. Нам нужно ввести сначала крючок вот в этот бугорок, в эту протяжку. И потом в ту, что напротив. Вот сюда. Рукой я прямо одеваю. Потому что крючком просто вести туго. И цепляем нитку. Вяжем обычные столбики без накида. Вот так. В следующий бугорок ввожу. Один. И сюда во вторую протяжку. Цепляем нитку. И вяжем столбик следующий без накида. И таким образом вводим сюда и сюда в каждые такие бугорки. И обвязываем край столбиками без накида до конца ряда. Довязываю я ряд до конца. После такой обвязки, мне кажется, края более ровненькие. Видите? Если хотите, можете оставить, конечно же, волнистый такой край. Провязываю последний столбик. Вот сюда ввожу крючок. Так. И в следующую дужечку сюда. Опа. Провязываем столбик без накида. Оставляем опять же сантиметров 10. И обрезаем. И теперь можно эту петлю вытянуть. Видите? С одной стороны у нас получилось два хвостика. Эти два хвостика можно попробовать связать вот таким образом. Один раз достаточно. И теперь протянуть просто можно один из них на изнаночную сторону. Вот так. А второй уже и так направление имеет в эту сторону. И мы их просто потом спрячем уже с изнаночной стороны. Как-то красиво, чтобы на лицевой стороне все красиво смотрелось. Края мы с вами обработали. А теперь все нужно это сшить. Кончики можете позагибать туда внутрь, чтобы они нам не мешали. И нужно сложить сумку вот таким образом. Примерно вот так. Можете сделать крышечку чуть-чуть меньше. Чуть-чуть уже. То есть вот так вот. Приподнять нижнюю часть полотна. Поднять ее выше. Крышечку сделать уже. Будет сумочка выглядеть вот так. В общем регулируйте здесь, как вам больше нравится. И маркером можете отметить то место, где будете пришивать вот эту часть к этой части. Вот так вот отмечаем. С этой стороны и с другой стороны. Вот так у меня все смотрится. Маркер здесь, здесь. И три маркера здесь я повесила. Это я для себя их повесила, чтобы я видела, куда крышечка не должна выходить. За какой рядочек провязанный. Мы берем рабочую нитку и оставляем сантиметров примерно 70. И давайте сшивать, например, начиная с этой стороны. Будем сшивать самым простым способом крючком. Длинный хвостик оставляем специально для того, чтобы после того, как мы вот эти косички сейчас соединим, мы здесь будем крепить цепочку, металлическую цепочку. И именно вот этим длинным хвостиком мы и привяжем нашу цепочку в это место. Сумку мы выворачиваем на изнаночную сторону. Вот так все нужно сложить. Если посчитать вот эти косички кромочные, с учетом вот этой косички, где висит маркер, то у нас их должно получиться, у меня лично получилось 20 штук. Вот первая, вторая, третья, четвертая и так далее. Вот это вот последняя, двадцатая. Ввожу крючок в эту двадцатую. И в эту первую, где маркер. Вот так. Длинный хвостик оставляем здесь, чтобы он нам не мешал. Цепляем пряжу. Протягиваем через эти две косички. Берем рабочую нитку. Цепляем еще раз и протягиваем через эту петлю, что вышло на крючке. И нужно подтянуть за вот этот хвостик хорошенько. Дальше немножко попускаем вот эту петлю. Вводим в следующую косичку. Сюда. Под две дужки. Вы должны ввести так, чтобы было на крючке у вас две дужки. Вот. Одна и вторая. И в следующую косичку. Вот одна и вторая дужка. Цепляем. Вытягиваем петлю. Старайтесь не сильно сейчас затягивать, когда будете вязать соединительную петлю. Провязали. Дальше следующую косичку. И сюда. Следующую. Вытягиваем. И через петлю протягиваем. Таким образом сшиваем наш клатч соединительными петельками. Если вы будете сильно затягивать вот эти петли, то у вас полотно получится стянутым таким. Вы сами это заметите, если будете сильно стягивать. Поэтому регулируйте вот эти петельки. Посмотрите, как соединение выглядит в самом конце. У меня осталось 6 косичек всего. Так. Сначала сюда-сюда. Протягиваем. Дальше 4 осталось. В одну, во вторую. Цепляем. И протягиваем. Осталось 2 косички. И под одну вводим. На этой стороне. Вот так. И под вторую на следующей стороне. И опять же соединительная петля. Вот такой получился шовчик. Петельку немножко вытягиваем. Оставляем небольшой хвостик сантиметров 10. И обрезаем нитку. И петлю полностью вытягиваем. И затягиваем хорошенько. С другой стороны сшиваем таким же образом. Вводим крючок в первую и двадцатую косичку. Вот здесь вот начинаем. И сшиваем. Вот что у нас с вами в итоге получилось. И теперь выворачиваем нашу сумку на лицевую сторону. Как вы помните, когда мы вязали полотно, я измеряла его. И показывала вам, что его ширина была 23 сантиметра. После того, как мы сшили нашу сумочку, можем измерить. Получается, вот смотрите, 20 сантиметров. 20,5 примерно. Потому что кромочные петли ушли у нас на бока. Видите, получился такой объемный бок. Высотой примерно 3,5 сантиметра. И поэтому сумочка еще немножко сузилась. Теперь нам нужны только вот эти два конца длинные. И будем прикреплять сейчас цепочку. Вот так вблизи смотрится боковая часть сумочки. После того, как мы ее сшили. И вот в это место, где мы начинали сшивать, будем прикреплять цепочку. У меня кольцо вот такое. Оно не круглое. Видите, здесь ровненькое. Вот этой ровной частью я сюда буду его прикреплять. В принципе, прикреплять вы можете любым способом. Вот, чтобы так оно у нас крепко было привязано. Я, видите, просто обматывала вот такими обычными стежками. Несколько раз обмотала. И, как вы видите, очень крепко все держится. Если у вас такой карабинчик, а дальше у вас нет цепочки, а вот как здесь колечко, то вы можете ручку связать. Я вязала обычную гусеничку, шнур гусеничка. Как он вяжется, я показывала уже в своем мастер-классе. Посмотрите по подсказке. Когда начинать будете вязать шнурок гусеничка, оставляйте длинный хвостик. И когда также его закончите вязать, также ставьте длинный хвостик. И этими хвостиками потом привяжитесь к этому колечку. Также вот так вот обматывайте это колечко несколько раз. И прячьте кончик потом в шнурочек, внутрь шнурка. Шнур достаточно толстый, поэтому кончики очень даже хорошо, удобно прячутся. Присматриваем место для нашего кольца. И для начала давайте выведем эту нитку на лицевую сторону. Вот сюда нужно ввести крючок. Цепляем ее и протягиваем. Теперь придерживаем колечко и вводим нитку туда, на изнаночную сторону, протягиваем. Дальше примерно в этом месте прокалываем, цепляем нитку и опять вытягиваем. Придерживаем колечко, чтобы оно у нас было в правильном положении, если оно такое же, как у меня. Снова вводим в кольцо пряжу и протягиваем. Вкалываем крючок где-то вот сюда в шов и цепляем и вытягиваем на лицевую сторону. Вот такими обычными стежками привязываем наше колечко. И обматывайте до тех пор, пока вы почувствуете, что очень хорошо и надежно вы прикрепили вашу цепочку. Если вам неудобно прикреплять фурнитуру с таким крючком толстым, то возьмите крючок потоньше, там троечку, четверочку. В итоге я обмотала все 10 раз. И когда обматывала, то следила за тем, чтобы изнаночная сторона пряжи не была вот таким образом расположена. Видите, мне так не нравится, когда она перекручивается, поэтому я следила, чтобы она всегда ложилась лицевой стороной. Вот так вот. Теперь я вывожу ниточку на изнаночную сторону. Разворачиваем сюда. Берем крючок потоньше и протягиваем где-то сюда какую-то протяжку. Вот так. Достаточно длинную нитку я оставила, можно в принципе было и короче оставить. И теперь осталось только обрезать хвостик, сантиметров 20 оставить и спрятать кончик. Второе колечко прикрепляем таким же образом. Вот такая у нас с вами получилась красота. И теперь давайте на одном примере я покажу, как прятать кончики в клатче. Пока сниму карабинчики эти, чтобы они не создавали шум. Давайте вот этот хвостик спрячем, который у нас на крышечке. Его нужно спрятать таким образом, чтобы он не портил внешний вид нашего изделия. Возьмем крючок потоньше. У меня 2,5. И здесь уже просто интуитивно, как вам больше нравится, протягиваете этот хвостик сначала то в одну, то в другую сторону. Главный принцип не испортить рисунок, наш узор. Так, протянули вот сюда его. Так, все красиво смотрится. Теперь давайте протянем его вот под этими дужечками. На изнаночную сторону. Еще давайте под эту дужечку протянем. Дальше наш хвостик будем протягивать под вот эти изнаночные волны. Изнаночные дужечки. Вот так протянули. И теперь сделаем зацепку. Протягиваем в очередную такую волну. Петелька получается. И в эту петельку протягиваем хвостик. И очень-очень туго затягиваем. Дальше снова протягиваем какую-то дужечку. Теперь можно немножко обрезать лишнее. Выбрасываем это. И иногда, когда я прячу кончики, то я вот так вот разрезаю пряжу напополам. И вот по линии вот этой вот разрезаем. Вот так. До конца. У нас получилось два кончика. Один из них протягиваем. Вот так. И теперь завязываем узелок. Раз. И два. Очень туго. Теперь их соединяем и протягиваем еще несколько раз под какие-то вот эти волны. Растянули немножко вязание, чтобы ниточка уселась на место. Потянули его вверх. Вот так вот вправо-влево-вверх-вниз. И лишние хвостики под корень вот так вот обрезаем. И так прячем все хвостики на нашей сумочке. Для декора своей сумочки я сделала вот такую вот кисточку. В одном из своих мастер-классов я уже показывала, как я ее делаю. Перейдите по подсказке, посмотрите. Или перейдите по ссылочке, которая находится под видео. И сейчас будем прикреплять эту кисточку. Если хотите, то можете ее не прикреплять. Кому как больше нравится. Можете сделать бахрому внизу сумки. Но именно данную сумочку мне больше хочется украсить кисточкой, а не бахромой. Прикреплять я ее буду с этой стороны. С правой стороны. Вот так вот, если сложить сумочку. Нам понадобится небольшой отрезочек нити. Примерно сантиметров 30-40. И крючок тоненький. Вводим его сюда, в эту намотку. Цепляем нашу пряжу и протягиваем сюда внутрь. Вытягиваем все. И разравниваем концы. Вот, чтобы они у нас были одинаковые. Кисточку можно прикрепить как с помощью трикотажной пряжи, так и с помощью какого-то карабинчика. Маленькие такие карабинчики продаются специальные для кисточек. В мастер-классах по изготовлению кисточек я показывала такие маленькие карабинчики. И теперь вот эти два кончика нам нужно протянуть примерно вот в этом месте. Вот сюда. Только с изнаночной стороны. Можно воспользоваться крючком потолще. Вот так вот вводим его с изнаночной стороны. Цепляем нашу пряжу. И затягиваем ее туда внутрь. Кисточку мы не привязываем впритык. Вот так вот мы не делаем. Потому что она будет просто торчать. Видите, вверх торчит. Мы немножко оставляем пряжи. Вот сантиметра 3. Чтобы кисточка у нас висела вниз. И с изнаночной стороны нужно просто зафиксировать эти два кончика. Просто протягиваем их под любые дужки. Изнаночные или вот эти косички. Связывайте и потом прячьте кончики. После того, как вы прикрепили кисточку, по желанию в саму цепочку также можно вставить пряжу. Для этого вам нужно будет отрезать кусок пряжи длиной, как ваша цепочка. Плюс на сантиметра 5 больше. И вот так вот в каждое звено цепочки нужно протянуть. Вот так вот. А за хвостик протягиваете вашу ниточку. И в итоге у вас вот что получится. Тоже красиво по-своему на любителя. Если вам нравится, то можете сделать таким образом. А кончик, когда вы дойдете до самого конца цепочки, вот этот кончик можно будет обрезать. Вот здесь оставить сантиметр. Вот так вот его сложить. И перешить. Взять иголку с тоненькой ниточкой в тон этой пряжи. И прямо так сшить хорошенечко вот эти концы с каждой стороны цепочки. И лишнюю пряжу обрезать. Будет все аккуратно. Еще такой маленький нюанс. Лично мне так больше нравится. Может быть и вам так же понравится. Вот, например, плечо. И мы одеваем на наше плечо ручку. И мне кажется, что симпатичнее ручка смотрится, когда пряжа протянута таким образом, чтобы на лицевой стороне нашей ручки не была видна изнаночная сторона пряжи. То есть посмотрите, вот с другой стороны, видите, изнаночная сторона такая получается полосочка. Когда я протягиваю пряжу, то слежу обязательно, чтобы не была перекрученная эта дикотажная нитка в цепочке. Моя сумка готова. Все, что нужно, связано. Вот посмотрите, сколько осталось пряжи из 100-метровой бобинки. Значит, что еще я лично буду делать со своей сумочкой? Сначала нужно будет пришить подкладку внутрь сумки и вот сюда вот так вот по периметру на крышечке. И как раз спрячется вот этот хвостик под подкладкой, который мы здесь прятали. Ничего не будет здесь видно. Я не люблю шить, я люблю только вязать, поэтому отдам швее профессиональной, чтобы она мне сделала эту подкладку. Возможно, даже змейку внутри сделаю, чтобы туда можно какие-то мелочи было бросать. И после того, как уже будет готова подкладка, нужно будет еще пришить вот эти вот кнопки. Нужно всего две пары таких кнопок. Вот я их рассоединяю. Это одна пара. Думаю, каждый умеет пришивать пуговицы. Также и пришиваются эти кнопочки. На подкладку нужно будет здесь пришить одну штучку, а вторую вот здесь примерно, где маркеры. Маркеры я пока убирать не буду. Потом их уберу, когда уже пришью эти кнопки. Вот здесь одно пришью. И вторую здесь. Так, эту перевернуть надо. И здесь примерно. Вот так вот примерно все это будет выглядеть. Подкладку хочу использовать какую-то прикольную. Может быть в горошек, белую, в коралловый горошек. Или еще какую-то интересную ткань хотелось бы найти. Вы также можете подкладочку подобрать любого цвета на свой вкус. И после вот этого вот всего моя сумочка будет готова. Так как это не первая моя сумка клатч, то я сделаю специальное отдельное видео, где покажу вам каждую сумочку отдельно. Какая она в итоге у меня получилась. Размеры готовой сумки, как я и планировала. Смотрите, получилось у меня вот 20 сантиметров. По ширине, в высоту сумочка получается 18 сантиметров. И сбоку сумочка у нас получается высотой, смотрите, 4 сантиметра в итоге. Если хотите связать сумочку большего размера или меньшего, то уже самостоятельно считайте, сколько вам нужно набрать петель. А на этом в принципе все. Самое главное, как связать такую сумочку клатч, я вам показала. Надеюсь, всем было все понятно. Если есть вопросы, то пишите их в комментариях под этим видео внизу. Напишите обязательно, было ли вам все понятно. И понравилась ли такая моделька, такая сумочка. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Ставьте лайк, если вы вяжете такую сумочку себе или кому-то на подарок. И до встречи в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok